итак дорогие друзья всем привет привет из роттердама да я нахожусь в городе никогда бы не подумал что когда-нибудь я окажусь в роттердаме оказался такая жизнь до человек никогда не знает будет ну что жду кто еще кто еще со мной кто прямом эфире сейчас 906 это 10 что же все опоздали все подумали что не будет сегодня урока и ушли кто кто прямом эфире давайте посмотрим кто-то первый вот появился народе отлично все всем привет лиля берман здесь все яков шат 1 здесь все можно начинать если яков штанин здесь можно начинать мы сегодня я нахожусь в роттердаме приехал на тренинг тони роббинса бизнес-мастер и как раз решил вырасти в бизнесе и не я решил видно бог решил чтобы я вырос в бизнесе в общем это постоянное взаимодействие человек себе путь по которому человек хочет идти его ведут человек себе придумывает какой-то путь он ставит себе цели и кстати по тем целям которые человек себе ставит по этим целям определяется суть человека знаете есть такое скажи мне кто твой друг я скажу кто ты ровы искать зильвер зихрано цель садик ли врага он говорил что это не всегда правильно иногда да иногда нет а вот скажи мне свою цель и я скажу кто ты это всегда правильно я так думаю потому что по целям человека определяется его сущность понятно да идея очень интересная идея потому что в емки пур в роша жена человек приходит и его судят за то что он делал вчера и зато куда он идет так вот путь по которому человек хочет идти его ведут это факт поэтому я оказался здесь в роттердаме потому что бог меня ведет по тому пути по которым я хочу идти сегодня мы изучаем мишли притчи 10 глава и мы до подошли к пятнадцатому отрывку и как раз это очень связано с тем что я нахожусь в роттердаме на бизнес мастере потому что 15 отрывок звучит так он ашир имущество богатого человека имущество богача период узо это город который он это дерзость очень укрепленный город богат имущество богатого человека она создает ему укрепления как укрепленный город дальше мохитад долим рейшам и то что ломает подкашивает уменьшает бедных их бедность но тут используется как всегда молдом нам объясняют разные слова значит смотрите он ашир он это имущество то есть разделение когда бог обратился к царю соломону шлома мыла когда он только становился царем он ему говорит что ты хочешь он его спросил так ашир нехасим ты хочешь ашир это богатство денежный поток нехасим это имущество вот этот он то есть когда у человека хватает денег на все и остается избыток он думает куда их вложить и вкладывает эти деньги в имущество есть недвижимое имущество движимое имущество общем он это недвижимое имущество дальше царь бог спросил царя сломона что ты хочешь богатство денежный поток имущество недвижимое имущество много имущества почет сейчас очень много людей богатых они прям все стали блогерами им нужен почет им нужно признание нужно чтобы люди их узнавали чтобы люди были благодарны то есть просто они денег заработали но как бы в какой-то момент удовольствие от них прекращается и они говорят все хочу почет признание слава и стали блогерами значит это то что третий бог по предложил царю соломону и четвертого ему предложил говорит или может быть тебе нужны души твоих врагов власть власть это я не знаю что такое власть но говорят что это самое сильное чувство когда сидит чиновник или там президент да и все вот эти вот все кого есть деньги все эти блогеры все перед ним вот так вот стоят на прям вообще на цыпочках да вау меня пригласили в кремлевский дворец ой там а у меня пригласил президент порошенко а я князь нетаньягу имею фотографию то есть власть это самая сильная такая штука а шло мамеллах тот че сейчас мы учим притчет ч у тору мы учим все знаниями учим он богу сказал так он говорит нет говорит мне нужна только божественная мудрость я только хочу знать что ты хочешь как ты устроил мир вот как мы с вами да чем мы собрались мы хотим знать божественную мудрость и царь соломон богу сказал я хочу узнать божественный мудрость все вот эти вот результаты мудрости мне не нужны Зачем люди гоняются? Он сказал, мне нужна мудрость божественная. Бог ему говорит, вот это выбор. Говорит, я тебе даю мудрость, а вместе с ней ты получишь ошер – богатство, нехасим – имущество, кавод – почет, и еще ты получишь что? нефеш айвеха – души твоих врагов. И он его сделал царем, царь Соломон получил вообще все, был самый богатый. Но мы его запомнили как мудрейший человек в мире. То есть он был самый мудрый, потому что когда человек мудрый, у него все работает. Когда он не мудрый, у него может работает, может не работает, но вот знание – это сила. Значит, и он нам сказал, имущество богатого, 15-й отрывок, имущество богатого, оно для него как крепость. То есть что это значит? Ему не нужна другая крепость. У него, когда есть деньги, это как современное выражение, что один человек говорит, я, говорит, всю жизнь любил лето. Любил лето вообще, ждал лето. А сейчас, говорит, люблю деньги, потому что если есть деньги, то всегда лето. Теперь деньги, богатство, оно заменяет все другие материальные ценности, которые есть в мире, потому что деньги – это единая мера обмена, которую ты можешь обменять и на лето, и на адвоката хорошего, и на оружие, и на хорошее отношение. Там дальше царь Шлома будет объяснять, что человека, который надив, который всем дает, его любят, его, ну как бы, это автоматически происходит, потому что сердце человека, сердце это имеется в виду подсознание, очень легко подкупить, подарки, взятки, ну и так далее. Теперь Махитат Далим Рейшав. Даль, по определению Малбима, Даль – это такой бедный, который был богатый, и он стал бедным. И его вот эта вот бедность, она, значит, она его, как сказать, Махитат, она его уменьшает. То есть был человек богатый, потом у него он все это потерял. И если бы он и не был вначале богатый, может, его бы это так и не расстраивало. То есть я могу так сказать, что когда, когда вот у меня не было денег, например, какое-то время вообще не было денег. То есть вот когда я учился в Ишиве, просто вообще жили мы в проголодь, ну и вокруг ни у кого не было денег. И как бы, ну нету и нету, да. Я отлично к этому всегда относился. Теперь, ну, я знаю несколько людей, которые раньше были богатыми, и они стали бедными. И они переживают очень сильно. Им так хочется вернуть это все обратно, то, что у них было. То есть они страдают. Это другое. Когда у человека не было и нету, это одна ситуация. Когда у него было, а потом стало меньше, 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 это другая ситуация, и она его ослабляет. Так говорит Соломон, это его ослабляет. Давайте сделаем вывод такой, да, что имущество богатого, оно его, оно его защищает, а бедность бедного, оно его еще больше обедняет. То есть, ну, как бы, мысль понятная. Деньги, ну да, здесь целый зал, 2000 человек заплатили, там, по 5-6 тысяч евро, для того, чтобы стать еще больше богатыми. Да, то есть все хотят, чтобы было больше денег, и, в принципе, весь мир хочет, чтобы было больше денег. Ничего не изменилось. 3000 лет назад жил царь Соломон, все то же самое. Вообще, вот что интересно, ничего не меняется. Дальше, 16-й отрывок. Пеула цадик лихаим, твуат раша лихатас. Значит, действия, дела праведника для жизни, урожай злодея для греха. Здесь Малбим тоже разделяет. Есть у человека, есть у человека, когда он делает, здесь дела, действия, да, они еще не дали результат. То есть, это пеула. Например, Малбим объясняет, человек купил поле, и он его пашет, он распахал землю, он посеял зерно. Это все паулот, это все дела, которые еще не привели к урожаю. Потом, если все будет нормально, вырастет урожай, и уже будет у него, он соберет урожай, будет результат. А пока, если это просто действия, которые, если не будет урожая, они были впустую. Понятно, да, идея? Так вот, у цадика, у праведника, у которого цель служить Богу, и его все дела во имя небес, то любое его дело, оно для жизни. То есть, он себе кладет в копилочку заповедь, 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 осознанно. То есть, когда он делает те же самые дела, которые делают все люди, но его цель, это служить Богу, то каждое его дело, оно дает ему вот эту вот жизнь, жизненную силу, жизненную энергию, которая идет с ним навечно. Теперь, даже если он, знаете, как есть известная история, известная история, как три каменщика, они носили камни, и они по улице носили камни с одного края улицы на другой. Один носил очень грустно, он был все время злой, такой грустный. Его спрашивают, что ты такой грустный, злой? Он говорит, а какой должен быть, таскать эти камни, тяжелейшие камни, пыль, грязь, как меня все это достало, ненавижу эти камни. Второго спрашивают, а второй был такой, просто носит камни, такой серьезный деловой чувак, носит камни. Ему говорят, скажи, а ты вообще чем здесь занимаешься? Он говорит, а я деньги зарабатываю, я хочу машину купить, вот, то есть семье там, дети, чтобы хорошо поучились. И я, говорит, я делом занимаюсь, все, ношу камни, хочу больше камней, еще больше камней, хочу телегу может купить, чтобы камни перевозить уже на телеге. Значит, я деньги зарабатываю. Третьего спрашивают, а третий вообще с этими камнями, он прям просто летает с этими камнями, довольный, счастливый. Его спрашивают, а ты чем занимаешься? Он говорит, а я строю храм, я сейчас, говорит, камни ношу, а деньги, я часть денег, там, десятую, пятую часть, я отдаю на храм, значит, а остальные деньги я себе тоже коплю, потом в Ешиву сяду, буду в Ешиве сидеть учиться, буду Богу служить, да, и я вот об этом как раз думаю, круто вообще, так вообще, у меня жизнь такая. И, значит, это об этом сказано в 16 отрывке в Мишли, что дела цадика, они все лихаим, они для жизни, то есть он, что бы он ни делал, даже если он не получит результат, когда ты учишь Тору, например, да, это бесконечно, можно всю жизнь учить Тору, но ты все равно каждый раз, ты поучил, выполнил заповедь, все, на вечность, себе на депозит, положил деньги, которые там под процентами идут, идут, идут. Значит, а урожай злодея, он ему все равно для греха. Что это значит? Злодей, даже если у него все получилось, и он заработал, и он собрал этот урожай, все равно он деньги куда потратит? На, там, на проституток, на куда-нибудь, на, ну, в общем, на куда-то он эти деньги в пустую потратил, и поэтому, даже если он закончил свое дело, а это все равно для греха. Понятно, да? Очень интересно. Теперь, значит, дела цадика для жизни, урожай злодеев для греха. Это 16-й отрывок. 17-й отрывок. 17-й отрывок такой. Ора Хаим Шумер Мусар, Ваузев Тохахат Мате. Значит, путь для жизни, вот этот вот путь для жизни, тот, кто Шумер Мусар, он опять продвигает одну и ту же мысль. Значит, есть жизнь, жизнь — это Бог, Бог — это жизнь, Он дал жизнь, Он вечная жизнь, Он свет, Он добро, Он любовь. Это один полюс. Второй полюс — зло, смерть, исчезновение, энтропия, темень — это второй полюс. Но этот полюс, это тоже же Бог его создал. Это просто, чтобы была игра. То есть, в любом случае, эти два полюса создал Бог. Теперь есть человек, он выбирает, или он выбирает двигаться в сторону жизни, или он выбирает двигаться в сторону смерти. Значит, и у него есть, чтобы было честно, то есть логично, куда двигаться. Конечно, в сторону жизни. Но чтобы была эта честная игра, Бог сделал внутри Ецарара, животное такое, которое тянет человека, все время тянет в сторону смерти. Так специально Бог сделал, смерть привлекательная такая. Ну, смерть — это в кавычках. Зло, зло привлекательное. Теперь животное бежит ко злу. Значит, душа, она часть Бога, она тянется к добру. Интеллект должен делать выборы. И вот этот вот интеллект, рациональная часть мышления, она может управлять вот этим животным только через мусар. Мусар — это от слова «леясер» — страдание, дисциплина, и от слова «маасар» — закрыть себя в какую-то тюрьму каких-то правил, жестких правил. Если ты себя закрыл вот в эту тюрьму правил, и ты умеешь дисциплинированно себя заставить идти по этим правилам, тогда ты можешь идти по дороге жизни, и тогда у тебя есть награда. Главная награда там. Ну и походу тебе тоже приятно, что ты идешь в правильном направлении, можешь посмеяться над злодеями, которые идут в неправильном направлении. Но кайфа особого такого большого нету, потому что все, как говорил один классик, что все, что я люблю, говорит, или аморально, или запрещено, или ведет к ожирению. Все. Так почему-то Бог сделал мир, что все зло привлекательно, притягательно. И специально в мозге демьон воображение работает, чтобы человека тянуть в сторону козлу. А рациональная часть, она такая прямо, ну такая светлая, хорошая, понятная, но скучноватая такая, да, это рациональная часть. И вот, значит, Орах, Орах Лихаим, путь к жизни, тот, кто сохраняет мусар. То есть ты должен все время, если ты хочешь все время лезть в гору, ты должен все время себя держать. И развитие это все время путь в гору. Только ты останавливаешься, тебя сила притяжения начинает сбивать, и ты начинаешь катиться вниз. Теперь ВОЗ в ТОХХ, и тот, кто оставляет ТОХХ, это увещевание. Значит, Бог так сделал специально систему, что периодически появляется какой-то там ИЦХАК, который через компьютер, через Фейсбук читает, объясняет Мишлей и говорит, ребята, надо жить правильно, надо жить хорошо. Я не только вам говорю, я себе тоже говорю. Это называется ТОХХ, увещевание. Я вас по-хорошему прошу. Почему я вас по-хорошему прошу? Потому что если человек по-хорошему не понимает, тогда Бог ему организовывает разные события, которые его направляют на правильный путь. И это написано так, что тот, кого Бог любит, того он наказывает. То есть если он человека не любит, то он ему говорит, иди себе, куда идешь. Хочешь быть злодеем, все, проехали. Знаете, как бывает, вот я не знаю, как у вас, как у родителей, у меня бывает, вот ребенок уже достанет, я говорю, все, делай, что ты хочешь, все, иди отсюда. Потом я, конечно, я его люблю, я думаю, все равно лучше его сейчас накажу и заставлю его делать правильные вещи, чем я его позволю ему делать неправильные вещи. И тем самым, как бы, это и есть нелюбовь, когда я ему позволю неправильно питаться, когда я ему позволю не заниматься спортом, когда я ему позволю не учиться, это и есть нелюбовь. А любовь это наказать его и заставить его идти по правильному пути, чтобы он был счастлив потом, чтобы он был здоров, чтобы у него были деньги и так далее. То же самое Бог делает с нами. Вначале идет то ха-ха, увещевание. По-хорошему, то есть вот Тора, вот притчи, вот значит, пожалуйста. Если человек не понимает, ему желтый сигнал светофора, желтый сигнал светофора, желтый, потом красный, и пошла раздача. А потом умер, и еще повезло, если он успел перед смертью здесь настрадаться, исправиться, и он туда приходит, уже все. Хазар-Батшува заходит туда, и оп, у него вечный кайф. Понятно, да? Значит, смотрим, сколько прошло, 17 минут, еще один отрывок мы успеем. Значит, еще раз давайте, 17 отрывок, путь к жизни, тот, кто сохраняет мусар. То есть или ты сам себя заставляешь правильно действовать, или ты оставляешь увещевание, и ты сходишь с пути, а там уже, когда ты идешь по бездорожью, непонятно. То есть есть, конечно, приятные моменты, природа, на какой-то момент можно и напиться, и через тебе час будет хорошо. Но в любом случае, если ты попал уже на неправильную дорогу и покатился по наклонной, знаете, есть такое выражение «народная мудрость», чтобы покатился по наклонной вниз, уже все. Теперь дальше, 18 отрывок. 18 отрывок. 18 отрывок нам сообщает еще раз, что у человека есть управляющий орган, это сердце. Сердце — это управляющий орган. Что имеется в виду? Что эмоциональная сфера, то, что человек не думает рационально, а эмоционально принимает решения и действует на автомате, она больше зашифрована все-таки на «Ики козлу». То есть у большинства людей там уже просто все прошитка такая, удовольствия запрещенные, мысли, значит, гнев, скука, тоска, раздражение. То есть это как бы по умолчанию у человека сердце уже не очень. И как это все выражается потом в рациональном мире? В рациональном мире это все выражается через слова и через мысли. То есть человек, он выражает, ему на душе тоскливо, он говорит, как меня все достало, такая вокруг, там, кризис. Он как-то это все выражает. У человека внутри что-то плохо, а он других в это время начинает там критиковать, обзывать, искать у других обстоятельств, ну, какие-то. То есть мысль и слова — это выражение состояния. Одно, есть и обратная петля. Состояние — это отражение мысли, потому что так голова зашифрована, что каждой мысли соответствует уже привычное наработанное состояние, как условный рефлекс. Если мне плохо, то я скажу, что вокруг все плохо. Если я скажу, что вокруг все плохо, мне станет плохо. Понятно, да, вот эта вот петля? И царь Шламо в 18-м отрывке, он говорит, что прикрывает ненависть лживые уста. То есть когда у человека вот это вот есть обман в устах, да, тогда у него искривлено и ощущение. Когда у человека внутри плохо, у него будет и обман в устах. То есть понятная идея. Что как добиться, вот вопрос, как бы ситуация понятна, что Бог создал человека, прямо в Торе написано, зло, злого срождения. То есть что Он создал вот эту животную природу, и Он создал этого Ецерара, и сказал, что бепета хата травец, что возле входа лежит грех, и вылэхат шукато, и к тебе его стремление. Все это Бог сказал. И что женщину Он создал помощником против тебя, чтобы она выступала против тебя. А что делать-то? Что делать? То есть работать над собой, работать, пробуждать любовь к Богу, это заповедь, пробуждать любовь к ближнему, это заповедь. То есть наполняться, тренировать свое сердце. Возлюби ближнего, как себя. Не спрашивая тебя, можешь ты или не можешь. Вначале возлюби себя, потом возлюби ближнего. Это приказ Бога. Бог сказал, тренируйся возлюбить ближнего, как себя. Ваавта это шамелок эха. Возлюби Бога всесильного твоего. Тоже это не выбор, это приказ. То есть любовь надо себе качать, прокачивать, чтобы было сердце доброе. Дальше. Слова. Запрещено. В Тории прямо написано, запрещено есть свинину, но еще больше запрещено злоязычие. Говорить сплетни, говорить гадости. Там лошонара — это даже правдивая информация, но негативная, запрещена конкретно. То есть человек должен... Нецор лошон камера. Остановить свой язык от зла. И свои уста от того, чтобы искажать реальность. Сур мира. Отодвинься от зла. И делай добро. Вот это путь, который нам Бог указал. То есть мы должны себя прямо переворачивать на сторону добра, наполнять себя добром. И тогда что будет? Лев, шалом, вера твою. Люби мир и гони за миром. И будет в душе мир. Вокруг будет мир. Убрать зависть. Кина, зависть, таова, вожделение. И кого-то стремление к почету. Человека забирают из этого мира. То есть реально, человек, который кому-то завидует. Кому лучше делает? Дикобун вообще. Он себя преуменьшает. Он тому ничего хорошего не сделает. Ну, наоборот. И он прямо наполняет свою жизнь. Затемняет ее, наполняет темнотой. Зачем? Понятно, да? Значит, покаместь, вот этот отрывок, что прикрывает ненависть лживые уста. И тот, кто муцидиба, тот, кто изо рта диба, это клевета такая, да? Тот, кто вытаскивает изо рта клевету, уксиль, он грешник, который идет на поводу у своих вожделений. Все. Значит, и дальше он говорит, броф дворим ло егдаль пэша. Пэша, и тот, кто просто много говорит, он не избежит греха. По-любому он где-то согрешит. Выхушех сватав мастиль. А тот, кто закрывает свои уста, он мастиль. Он интеллектуал настоящий. То есть, знаете как, если молчи, сойдешь за умного. Поэтому я сейчас замолкаю. Я сейчас замолкаю. То есть, это Малбин объясняет, что есть четыре вообще типа разговора. Есть разговор митсва. То, что я сейчас объясняю, это разговор митсва. То есть, мы учим Тору, я говорю про Тору, это заповедь. Говорит слова Тора, святые слова, это заповедь. Есть разрешенный разговор. То, что можно, но можно говорить, можно не говорить. Есть запрещенный разговор, то, что вообще запрещено. И есть по делам, когда ты занимаешься делами, что-то такое. Вот математику ты учишь, там, английский. Теперь запрещенный разговор запрещен по-любому. заповедь, ты должен говорить слова Торы, но все остальное лучше вообще молчать потому что, когда ты много говоришь по-любому ты согрешишь по-любому ты кого-то обидишь или он на тебя обидится, неправильно трактует твои слова, по-любому если человек много говорит, то он кого-то там выдал какую-то тайну там кому-то рассказал в общем, поэтому лучше молчать, как говорил как говорил Шимон Раби Шимон бен сейчас, как же вы звали Шимон Рабан Шимон бен Гамлеэль, он говорил Коли амай гадальти бен ахахамим Все дни росся между мудрецов Вылом ацати лягу в топ Ничего не нашел для тела лучшего миштяка, чем молчание Вылом амидраш уаекар И не объяснение это основа, а маасе, а действие Выколя марбэ бедварим Мавихет, каждый кто умножает в словах, приносит грех Давайте подведем итог Три вещи, которые я выучил сегодня Значит, в принципе Богатство неплохо Оно человека защищает Дальше Все действия от садика Если все твои действия во имя небес То все они идут сразу же для жизни Даже если ты не успел закончить То есть ты не успел закончить талик Но ты действовал Действовал ради великой цели Такой, да, духовной цели Все тебе идет в плюс И Лучше молчать Лучше молчать Все, это мои три вывода Напишите ваши три вывода И до встречи Завтра постараюсь тоже провести урок С утра Или Этан Я слышу очень хорошие Про Этана отзывы Очень рад, что мы не пропускаем Ни одного урока Давайте все Будем продолжать традицию Удачи, успехов Жду ваши выводы Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok